За пять лет в Верхоянском районе построили 15 котельных. В следующем году планируют ввести в эксплуатацию еще три. Вместе с тем в районе идет постоянная работа по замене устаревших тепловых сетей в населенных пунктах. А на днях в Верхояне посетил генеральный директор ГУБЖКХ Виктор Амуков и ознакомился с ситуацией в районе. Подробности далее. Последний месяц уходящего года для верхоянцев, несмотря на низкую температуру от минус 50 и выше, становится жаркой и горячей порой. Продолжительный ноябрьский снегопад явился главным препятствием ледостоя на Яне. Проблема дорога. В этом году снег большой, до сих пор толщина льда 20-30 метров на Яне. Вот это будет проблема. Дорожники обещают до 10 января дать 20 тонн. За последние пять лет в Верхоянском районе построены 15 новых типовых модульных котельных. На средства ГУБЖКХ построены и введены строй. Из них всего три котельных. Открытие третьей по счету котельной селета Балах совпало с приездом нового руководства жилищно-коммунального хозяйства республики. Я бы хотел отметить, что ГУБЖКХ очень многое сделано и делается для развития сел в виде строительства. Это одна из ступеней развития наших сел. Рабочий визит Виктора Амокова и Александра Шарина завершился открытым и конструктивным диалогом между основными перевозчиками Верхояния, где подробно обсуждены актуальные проблемы завоза 2017 года. Сегодня настрой у верхоянских перевозчиков, можно сказать, боевой. Как только откроется автозимник Батагай Сайды и Куйга, более ста машин выйдут на старт, пока не выполнят задачу, поставленную им правительством республики и руководством района. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.